МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, уважаемые друзья! Промелькнула очередная неделя и приблизилась в воскресенье с особым названием «Неделя мытаря» и «Фарисея». Два героя евангельской притчи, такие разные, такие близкие. Любой из нас хочет считать себя смиренным мытарем и осуждает гордого фарисея. Однако истина, как всегда, где-то посередине. Исполнить закон с усердием фарисея, но считать это ничем, как мытарь – вот идея этой особой евангельской притчи. Что касается церковных новостей, то они у нас сегодня тоже особые. Говорить будем о следующем. В первый, но не в последний раз. Подробности встречи патриарха Кирилла с папой римским Франциском. Новая жизнь старого храма. В Киеве освящен храм Кирилловского монастыря. День встретения Господня. Служение предстоятеля Украинской Православной Церкви. Социальное служение церкви. Помощь нуждающимся в Одесской епархии. Украина – дом Погородицы. Уникальная выставка икон путешествует по храмам Киева. Есть ли в церкви знамена или что такое хорумие? Секрет Сретенской свечи. Репортаж со свечного завода. 11 февраля начался визит святейшего патриарха Кирилла в страны Латинской Америки. Визит включает в себя посещение Республики Куба, Республики Парагвай и Федеративной Республики Бразилия. Важнейшим пунктом программы стала встреча предстоятеля Русской Православной Церкви с римским Папой Франциском. Почему их пути пересеклись на Кубе и как далее проходил патриарший визит, смотрите в нашем репортаже. Утром 11 февраля святейший патриарх Кирилл отбыл из московского аэропорта Внуково. Перед вылетом он обратился к провожающим с кратким словом. Вы знаете, что путь мой далек лежит до Кубы, а затем по Латинской Америке, и поэтому требуются и духовные, и физические силы. Видя вас и надеясь на ваши молитвы, укрепляюсь духовно и физически. Первой страной, которую посетил в ходе первосвятительского визита святейший патриарх, стала Куба. 12 февраля в здании Международного аэропорта Гавана имени Хосе Марти состоялась встреча святейшего патриарха московского всеяруси Кирилла со святейшим Папой Римским Франциском. Это первая в истории христианства встреча предстоятель Русской Православной Церкви и Римского Папы. Сначала они два часа общались наедине, а затем подписали совместное заявление. В его 30 пунктах предстоятели выразили свою озабоченность вопросами, касающимися жизни христиан в современном мире. В заявлении также говорилось о необходимости врачевания, раскола и мирном урегулировании военного конфликта в Украине. На церемонии подписания заявления присутствовал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Борис Польский Броварской Антоний. По окончании встречи Папа Римский Франциск отбыл в Мексику. 13 февраля 2016 года святейший патриарх московский в Сеярусе Кирилл посетил реабилитационный центр для детей в пригороде Гаваны. Это единственный на Кубе образовательный центр для детей с нарушениями физико-моторного и задержкой умственного развития. Я хочу всем вам пожелать никогда не грустить. Никогда не себя не сравнивать с другими. Никогда не жалеть о том, что вы чего-то не можете сделать, что могут сделать другие. Потому что каждый из вас может сделать то, чего не могут сделать абсолютное большинство детей. В дар-центру святейший патриарх Кирилл передал инвалидные коляски, ноутбуки, видеопроекторы, развивающие игрушки, сладости, а также иконы покрова Пресвятой Богородицы для учеников и педагогов. В тот же день, 13 февраля, святейший патриарх Московский в Сеярусе Кирилл возложил венок к мемориалу советским воинам-интернационалистам в Гаване. На территории мемориала захоронены останки 68 военных специалистов, солдат и офицеров, погибших на Кубе в 1962-64 годах. В том числе при спасении людей во время сильнейшего тропического урагана Флора осенью 1963 года. В тот же день в церемониальном зале Дворца революции в Гаване состоялось награждение святейшего патриарха Кирилла одной из высших государственных наград Республики Куба – орденом имени национального героя кубинского народа Хосе Марти. Орден, учрежденный в 1972 году, вручается кубинским и иностранным гражданам, главам государств и правительств за большие достижения в деле обеспечения мира и гуманизма, за особый вклад в развитие образования, культуры, науки и спорта, а также за выдающиеся заслуги в созидательном труде. 14 февраля святейший патриарх московский в Сеярусе Кирилл совершил божественную литургию в храме Казанской иконы Божией Матери в Гаване. За литургией Евангелия символ веры и молитва «Отче наш» возглашались на церковнославянском и испанском языках. В конце богослужения патриарх Кирилл обратился к присутствующим. Куба – героическая страна. Куба – это город эройко. Но то, что произошло здесь, в аэропорту Хосе-Марти, когда впервые в истории встретились Папа Римский и Патриарх Московский, создает какую-то особую уникальность этого острова свободы, помогая Бог вам и всему вашему народу. 14 февраля святейший патриарх Московский в Сеярусе Кирилл прибыл из Гаваны в столицу республики Парагвай, город Асунсьон. А на следующий день, в праздник Сретения Господня, он совершил в столице Парагвая божественную литургию в храме Покровас Пресвятой Богородицы. Это единственный русский храм Парагвайской столицы. Он построен белыми офицерами-эмигрантами в 1927 году. 16 февраля 2016 года в президентском дворце Лопес в Асунсьоне состоялась официальная встреча святейшего патриарха Московского в Сеярусе Кирилла с президентом республики Парагвай Орасио Мануэлем Кортесом Харой. Визит святейшего патриарха Кирилла в республику Парагвай проходит по приглашению президента этой страны. После общения тет-а-тет президент Парагвая и патриарх Московский в Сеярусе произнесли заключительные речи в присутствии представителей средств массовой информации. Я еще раз хотел бы ваше превосходительство выразить вам благодарность и сказать, что я покидаю Парагвай с очень теплыми чувствами. Это небольшая страна, но здесь живет хороший народ, добрые люди, это чувствуется в атмосфере вашей страны. Я призываю благословение Божие на вас, на парагвайский народ, и желаю вам всяческого процветания и мира. Я желаю вам peace и todo el bienestar. Благодарю вас, господи. Я благодарю, señor президент. Программа визита святейшего патриарха Кирилла в Латинскую Америку также предусмотрена посещение Бразилии. Завершение визита патриарха Кирилла в Латинскую Америку и возвращение в Москву намечено на 22 февраля. Еще одна интересная деталь о поездке патриарха Кирилла. 17 февраля владыка посетил станцию Беринсгаузен, которая находится на острове Ватерлоо в Антарктиде. Визит состоялся по приглашению полярников. Патриарх совершил богослужение в единственном постоянно действующем храме в Антарктиде, храме Святой Троицы. Он был построен в 2004 году. При церкви постоянно находится один из насельников Свято-Троицкой Троицы Сергеевой Лавры в священном сане. Священники меняются раз в год приблизительно в таком же графике, как и сотрудники антарктических станций. В обязанности настоятеля храма входит окормление персонала научных антарктических станций и молитвенное поминание 64 русских полярников, погибших за весь период изучения Антарктиды. По окончании богослужения Святейший Патриарх пообщался с полярниками. В день Собора Вселенских Учителей и Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Анна Златоуста, предстоятель Украинской Православной Церкви посетил Кирилловский мужской монастырь Киева. Перед началом Божественной Литургии Боженнейший Владыка Ануфри совершил чин великого священия Свято-Васильевского монастырского храма обители. Страшники крикут! И величины! Архипастырю сослужили епископ Ирпенский Климент, наместник монастыря Архимандрит Барлам и местное духовенство. Торжественная Литургия, которая была отслужена архиерейским чином, собрала в монастыре многочисленных прихожан и гостей. Возродилась обитель совсем недавно, в 2011 году, и сейчас в стадии развития. Во время богослужения митрополит Ануфрий удостоил церковных отличий наместника монастыря и монахов в священном сане за их труды на благо церкви. Кирилловский монастырь известен по летописям еще из 12-го столетия. Он является одним из древнейших в Киеве. Известно, что одним из насельников, а затем и игуменом этой обители, был в свое время святитель Дмитрий Ростовский. В 20-м веке власти отдали здание монастыря в пользование психиатрической больницы. Она действует там и поныне. И после литургии предстоятель осветил этот Божий дом. Также архипастор совершил освящение памятного креста, установленного на территории Кирилловского монастыря. В день праздника Сретения Господня блаженнейший митрополит Ануфрий возглавил Божественную Литургию в столичном Воскресенском храме, который входит в архитектурный комплекс Киево-Печерской Лавры. Перед началом литургии блаженнейший митрополит Ануфрий совершил чин освящения воды. Сретение Господа нашего Иисуса Христа – одно из 12 главных церковных праздников. По обыкновению в этот день во всех храмах многолюдно. К общей молитве приобщаются как местные прихожане, так и гости. Верующие молитвенно вспоминают евангельское событие принесения Бога-младенца в Иерусалимский храм, где по закону Моисея каждый ребенок мужского пола должен был быть посвящен Господу. Люди, которые верят Богу, они себя покоряют Богу. И они считают Бога своим владыкой и стараются сделать то, что повелевает им их Господь. Это правильная христианская жизнь, приносящая обильные плоды не только в будущей жизни, но еще здесь, во время этой земной жизни. Сретение отмечает на 40-й день после Рождества Христова. Торжественно отмечать праздник начали в конце 5-го столетия. По традиции в конце богослужения блаженнейший владыка Ануфрий осветил Сретенские свечи и поздравил всех православных с большим праздником. В Одесской епархии, как и раньше, оказывают помощь вынужденным приселенцам с востока Украины, а также незащищенным слоям населения. В день раздачи гуманитарной помощи координационный центр Одесской епархии полон людьми. Они надеются лишь на поддержку церкви и всегда ее получают. В этот раз более 150 человек пришли за продуктовыми наборами и материальной помощью. Сегодня 100 продуктовых наборов отправляются в санаторий, который находится в поселке Сергеевка, Белгород-Днестровского района. Там эти 100 продуктовых наборов будут розданы тем людям, которые там проживают. Ни одно прошение не остается без внимания митрополита Агафангела. Кто-то получает помощь впервые, ну а кому-то в силу тяжелых обстоятельств приходится обращаться снова и снова. Выражаем очень большую благодарность отцу Павлу и всем помогающим. Я помогаю от женщины, так как у нее сын больной. Мы получили макароны, получили сахар, получили пшеничную крупу, рис, получили тушенку, две баночки закупорки. Вот и масло растительное, это достаточно более-менее для прожиточного нам. Я вообще первый раз получаю, я очень благодарна отцу Павлу. Я вообще первый раз, я очень благодарна, так как мы сейчас, я не работаю, многодетные, девять детей, сын инвалид. А я очень благодарна за то, что нам помощь оказывают, потому что на такую пенсию нам не выжить. И мы здесь, и лекарства нам надо, и квартира нам дорогая, поэтому это очень большая помощь, очень. Я даже не знаю, как вообще, даже не могу выразить большую благодарность за то, что нас так спасают. Далее о возрождении молитвы в древних храмах Турции и о новом святом Иерусалимской церкви. На очереди международные новости. Первые за последние 94 года совершена божественная литургия в недавно восстановленном храме святого Харлампе в турецком городе Чешме, бывшем греческом Крине. Богослужение совершил патриарх Константинопольский Варфоламин. В своей проповеди патриарх назвал этот регион мостом любви, единство и сотрудничество между турецким, греческим и другими народами этого мира. Храм был построен в 1832 году. С 20-х годов прошлого века богослужения в нем прекращены, однако и до сегодняшнего дня он остается общепризнанной архитектурной доминантой города. Иерусалимская православная церковь причислила к липу святых подвижника середины 20-го века иеросхимонаха Иоанна, воспитанника румынского нямецкого монастыря. Приехав паломником на святую землю, Иоанн принял монашество в обители преподобного Савве Освященного, а подвязался в монастыре Георгия Хазевита. Скончался преподобный в 1960-м году. Верующие, знавшие преподобного Иоанна, живы и поныне. Они свидетельствуют о его святой жизни и помощи, полученной ими по его молитвам и духовным наставлениям. Чин прославления состоялся в монастыре святого Георгия Хазевита, где закончил свои дни святой Иоанн. В Грузии одной книгой изданы все послания католикоса патриарха всея Грузии Ильи II, начиная с его интернизации в 1978 году и до 2015 года. По словам руководителя Центра культуры и духовности имени святого Амвросия и еромонаха Андрея Сария, все послания патриарха сопровождаются цитатами из святого писания. В розничную торговлю сборник выходит уже в текущем месяце. Представить пять чудотворных икон в одном месте еще можно, а вот когда их более ста, это явление чрезвычайное. Именно столько святых образов собрано на выставке Украина Дом Пресвятой Богородицы. Почему столько богородичных икон оказались в одном месте, знают наши коллеги. Машеньке всего лишь три годика, еще не все буквы удается хорошо произносить, но слова ее молитвы к Божьей Матери звучат так искренне. Сегодня она впервые увидела столько образов Богоматери. В храме, куда она приходит с мамой, продолжается выставка икон Украина Дом Пресвятой Богородицы. Собор Святой Княгини Ольги выставка приехала из храма святителя Николая Чудотворца, что при 17 больнице города Киева. Организаторы рассказывают, что идея выставки у них возникла, когда осознали насколько много в нашей стране чудотворных икон и что не все желающие имеют возможность приехать приложиться к ним. К тому же есть иконы, о которых мало кто и знает. Разных-разных регионов Украины есть иконы, которые уже утеряны, но остались списки, остались какие-то репродукции. Есть иконы, о которых уже, можно сказать, где-то даже и забыли. Сказала одна женщина во время нашей выставки отдавала интервью, она сказала, эти иконы наши прошлые, наши настоящие, мы надеемся наше будущее. Вы видели венчальную икону князя Владимира? А знаете, какой образ Богородицы долгое время находился в Запорожской Сечи? Здесь вам и покажут, и расскажут. Выставка Богородичных икон это часть благотворительного проекта «Наша Лепта». Каждый желающий может пожертвовать средства, которые пойдут на помощь детям. Ощущение, что ты можешь что-то сделать для других людей благодаря этой выставке. Очень приятно, радостно и светло на душе, потому что время действительно трудное и важно чувствовать поддержку друг друга. Это сближает людей вокруг какого-то общего дела. Так что каждый может прийти и помолиться перед иконами Богородицы. Выставка продолжает путешествовать по храмам Киева. Хоругви это церковные знамена и появление новых хоругвий в храме настоящее событие для любого прихода. Как это событие прошло в Днепропетровском храме преподобного Иоанна Лествичника смотрите в следующем сюжете. Среди обычных храмовых икон выделяются те, которые написаны на ткани и укреплены на древке. Их называют хоругвиями. Во время крестного хода их несут впереди процессии как знамена. Недавно в храме преподобного Иоанна Лествичника появились хоругви с изображением святого благоверного князя Игоря и священномученика Трифона. Великая мастерица из города Москвы Татьяна Ивановна Куликова. Ее хоругви известны во всех хрестных ходах. Мы безмерно ей благодарны и за ее жертвенный труд. Появились хоругви во времена святого Константина Великого. Во время одного из походов ему явился Господь Бог и повелел начертать на знаменах крест, сказав «Сим побеждай!» Тогда Константин Великий повелел украсить изображением креста свое императорское знамя. Художнице Татьяне Куликовой вместе с супругом удалось возродить старинное церковное ремесло. Мы столкнулись с тем, что те хоругви, которые используются сейчас в приходской деятельности, они маловаты для площади и для больших крестных ходов, которые пошли многотысячные. И мы стали делать хоругви намного больших размеров, чем принято в последнее время в храмах было в приходах. Создание такого произведения искусства очень трудоемкий процесс. В прежние времена хоругви делали из дерева или металла с украшениями серебра, золота, эмали и фенифти. Я знаю, что до революции, когда делали хоругви, там может быть остальная вся часть, там парча, там аппликация, все, вышивка. Олеги писали, либо вышивали, либо писали на клеенки, тоже масляными красками. Клеенка подвижная все-таки структура и трещинки образуются. А здесь, на этом материале искусственной замши нет этого, потому что нет мазка, он уходит в ворс и все мягко. И не смывается дождем, снегом. Над созданием ликов Татьяна Ивановна трудится только во время поста. Это для нее непреложное правило. Такая работа требует особого состояния души и исключительной ответственности. Сегодня хоругви и ее работы есть во многих городах и даже в других частях света. Однажды Татьяна Ивановна изготовила хоругви для Фиделя Кастро. Они были переданы на Кубу в 2007 году. А совсем недавно ее хоругви были подарены Центру православной культуры Лествица в год десятилетнего юбилея Центра. Дай Бог, чтобы не приходилось с этими хоругвами идти нам на брак. Дай Бог, чтобы в стране был мир, спокойствие, согласие. Я верю, что эти хоругви будут украшать и всегда нам давать такое вот благодарение тому человеку, которая смогла это с радостью написать и преподнести в дар нашему храму. Напоследок давайте еще раз поговорим о замечательном празднике, которым была украшена прошлая неделя. Сретение – это не только воспоминание встречи Бога-младенца со старцем Симеоном, это также указание на встречу души с Богом. От пламени божественной любви человек должен засветиться собственным светом и беречь его, как хрупкий огонь свечи. Наверное, поэтому свеча является символом праздника Сретения. «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Эти слова Господа нашего Иисуса Христа каждый верующий церкви вспоминает во время молитвы, ставя свечу перед иконами. Каждая свеча – это маленькая жертва Богу, поэтому свечное производство – особое послушание. Убеждены монахи Киево-Печерской Лавры, которые стараются, чтобы их труд был благодатным. Лаврские свечи изготавливают из пчелиного воска. «Чтобы получить один килограмм воска, нужно через переработать три килограмма меда. Получается, воск – это как бы огромный труд пчелы, и надо столько много потрудиться. Получается, что это действительно блоуханная жертва Богу. Воск будет разным. Есть желтый, есть оранжевый, есть иметь свои запахи, оттенки, но он весь кристаллический, он легче, чем вода. Но его интересное свойство, когда он расплавляется и начинает остывать, он эластический. То есть то же самое, как тело человеческое. Свеча – это как бы маленький образ человека. То есть получается, она состоит из двух частей, из воска и фитиля. Так как человеческое тело состоит из двух миров этого тела и того ангельского души. Свеча, как и человек, рождается, говорят монахи, и проходит свой путь аж до того момента, пока ее не зажгут. Особенно в Киевчевской лавре, что у нас в лавре свечи стопроцентные с воска. И вот вот как человек, вот вот так и свеча, смотрите, как человек в младенчестве проходит своей стези, так здесь свеча набирает с малого до большого. Каждый день в лаврских храмах во время богослужения зажигают сотни свеч. Без них не обходится ни один праздник, будь то Пасха Господня или престольный день рождения ребенка или свадьба. Свеча горит в доме каждого христианина. Она же сопровождает его в мир иной. Свеча это символ чистоты, знак добровольной жертвы человека, Богу и храму. Так, когда просветится свет ваш предчеловеки, сказано в Святом Евангелии, потому что человек должен гореть как свеча. Он должен быть чистым, согревающим других, дающим благодать и милость. Свеча, свет, светильники предназначены для молитвы, для милостивительной жертвы от человека к Богу. И Господь принимает эти дары и посылает свою милость. В ветхозаветном Слове Божьем мы много читаем, как Господь повелевает приготовить светильники. В Новом Завете также есть множество примеров о свете. Сретенская свеча имеет особую благодатную силу, считают верующие. Она является своеобразным оберегом во времена тяжелых испытаний. В храмах была заведена традиция освящения свечей особым чином перед Божественной Литургией. И Сретенская свеча или, как еще в народе говорят, громовица должна быть в каждом доме. На Сретене Господне в Киево-Печерской Лавре и всех православных храмах была совершена торжественная Божественная Литургия. В трапезном храме Лавры собралось множество верующих. Это освящение свечей. Этот чин совершил наместник Лавры митрополит Павел. Сретенская свеча, которую каждый по окончании богослужения принесет из храма, это символ Солнца, правды, правды встречи Ветхого Завета с Новым, который своим рождением и вхождением в храм принес новорожденный Иисус, Спаситель мира. Завершение программы заглянем в календарь. Следующая седмица начинает готовить нас к Великому посту. Уже вечером 20 февраля в храмах начнутся песнопения постной триоде, особой богослужебной книги Великого Поста. Но самого поста еще нет. Даже наоборот, в ближайшие среду и пятницу пост отменяется. В первый день седмицы вспоминаем обретение мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. 23 февраля во вторник почитаем преподобного Прохора Печерского. На среду приходится день памяти благоверного князя Всеволода Псковского. 25 февраля чтим Иверскую икону Божьей Матери, оригинал которой хранится на Афоне. 26 февраля день памяти преподобного Стефана, царя сербского, еще известного как Симеона Мироточивого. 27 февраля праздник в честь равноапостольного Кирилла, просветителя славян. Следующее воскресенье будет посвящено воспоминаниям о блудном сыне, героя поучительной евангельской притче. Погода за окном напоминает о приближении весны. Церковный календарь также говорит о весне, весне духовной. Светлой вам недели и весеннего настроения. До встречи!